Вот сегодня даже, в разгар пандемии, ведь многие просто ломаются, боятся, страх есть. У нас есть необходимость реабилитации, сегодня психологической реабилитации тех людей, которые столкнулись с этой немощью. Скажите, а вот сегодняшняя ситуация с коронавирусом, она вообще для чего миру вот в данное время сейчас необходимо? Как это можно объяснить? Столько людей болеют, столько умирают. Для чего вот это вот сотрясение? Опять-таки мы только можем говорить о том, чтобы человечество пришло в себя. Потому что сегодня гонка такого материального благосостояния, она зашкаливает. Человек не видит ничего за своим материальным. Вы смотрите, сколько негативного происходит в этом мире, сколько нелюбви, ненависти, сколько вопросов неравенства, того же богатства. А ведь сейчас и бедные, и богатые, и старые, и молодые, и сильные, и слабые умирают. И ничего ты не можешь сделать перед лицом этой немощи, которую Господь посылает. Конечно же, каждый из нас должен задуматься и немножко поставить себе преграду, чтобы была мера вот этого стремления к земному и к потреблению земных богатств. Человеческий разум он должен меру иметь во всем. Или как Священное Писание учит золотой середины. Даже в знаниях должна быть мера. Человеческий ум, один из святых отцов говорит, должен знать меру познания, дабы не погибнуть. Погибель даже в этом может быть. И вот сегодня, конечно, мы не имеем золотой середины. Мы должны заботиться о духовном, мы должны заботиться о некой такой составляющей милосердия, снисхождение, добродетелей. Чтобы каждый видел боль и нужду близких. Чтобы было больше добрых дел. То есть, а это рождается когда? Когда есть понимание, что завтра все. Ну, накопил ты много. Ну, неужели все их понесут впереди гроба? Крест понесут. А ты должен этот крест понести в течение всей своей жизни. А крест это несение и переживание. Это жертвенное служение. Своим ближним, как жертвенно послужил сам Христос, каждому из нас, дав себя. Никого не распял на кресте. А сам себя распинает на кресте, дабы каждый из нас не погиб, но имел бы жизнь вечную. Вот в чем заключается и наша жизнь. И плох тот человек, который не сделал никакого доброго дела в течение своей жизни. Как он оправдается? Мы говорим о том, были ли мы убийцами, были ли мы ворами, почему-то мы идем по грубым каким-то грехам. А были ли мы милосердны? Ведь страшный суд, он будет заключаться в том, что Бог не спросит, постился ты или не постился, молился ты или не молился. Бог спросит, а как ты относился к своим ближним? Посетил ли ты больного в темнице находящего? Поделился ли ты одежду с тем, кто ничего не имеет? Накормил ли ты голодного? Напоил ли ты жаждущего? Если ты это все сделал, значит ты сделал по отношению ко мне. Если ты этого не сделал по отношению к ближнему, значит у тебя такое отношение и к Богу, и к небу. Поэтому церковь и дается для того, чтобы воспитать человека, такого, который будет приемлем и в этой жизни, и пригоден для Царствия Небесного. Царствия Небесного